МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости на телеканале СКАД. В студии Екатерина Клантаевская. Смотрите в нашей программе. Ресурсоснабжающая организация не представляет тот температурный режим, который должен быть. Начали считать калории. Отопительный сезон в Самаре завершается. Можно подвести итоги. Это наша работа. Я здесь ничто не преследовал. Помог ребенку вернуть жилье. Самарского участкового наградили за оперативную и эффективную работу. Очень тяжело, но тренер нашел проверенные слова. Баскетбольный клуб Самара пробился в полуфинал плей-офф. В решающем пятом поединке волжане в гостях переиграли Рязань. Капитальный ремонт для жителей, возможно, станет дешевле. В Самарской области для одиноких, неработающих пенсионеров старше 70 лет могут предоставляться льготы на оплату взносов за капремонт. Поправки в соответствующий закон утвердили в среду 13 апреля на заседании регионального кабинета министров. В ближайшее время документ рассмотрят областные депутаты. Предполагается, что субсидии для людей старше 70 лет составят 50% от размера взноса. Для тех, кто достиг 80 лет – 100%. Данную меру социальной поддержки могут получать более 18 тысяч жителей региона. 14 апреля в Самаре батареи остынут. Отопительный сезон официально заканчивается. Ресурсы, снабжающие организации, управляющие компании и контролирующие органы собрались за круглым столом, чтобы доложить об итогах, озвучить планы, а также озвучить претензии. Кому и за что – смотрите в нашем следующем сюжете. Коммунальщики шутят, что если после отключения тепла наступает похолодание, это потому, что перестали отапливать улицу. А если всерьез, то прокуратура, госживоинспекция, городминистрация и общественная палата дали организации отопительного сезона оценку положительно. Срывов и серьезных аварий не было. А технологические неполадки устраняли в срок. Но претензии есть. Теплоноситель в дома поступал, а тепла не было. Многие ТСЖ, управляющие компании, обращались к нам с вопросами по поводу того, что ресурсоснабжающая организация не представляет тот температурный режим, который должен быть. Более половины коммунальных платежей составляет счет именно за тепловую энергию. Почему за эти немалые суммы жители не получают качественную услугу? Ресурсоснабжающие организации говорят, что у потребителей огромные долги перед ними 4,5 миллиарда рублей. И большая часть из них от жителей, а не от предприятий и организаций. Это говорит о том, что денег нам кастрафически не хватает. Даже для того, чтобы расположиться с подрядчиками. Но тем не менее мы продолжаем мероприятие по перехватке, организации, реконструкции, сплавной системе. Никак, никак, никаким образом не откладываем. Боряемся с своими проблемами различными способами. А причину того, что градус не тот в домах, объясняют потерями и сверхлимитным потреблением. По подсчетам подставщиков тепла, потери можно сравнить с магистральной трубой, диаметром в метр, из которой теплоноситель исчезает в неизвестном направлении. Управляющие компании тоже снимают с себя вину. Но говорят, что знают, кто может быть замешан сверхпотреблением, из-за которого граждане мерзнут. С детскими садами, школами и прочими нарушителями будут разбираться. Кроме того, поставщики тепла предупреждают. В этом году даже после окончания сезона в трубах отопления может шуметь вода. Пугаться не надо, в жару никто топить не будет. В этом году по техническим причинам циркуляцию решили не прекращать даже летом. В этом случае управляющей компании просто надо перекрыть задвижку в подвале. И посторонние шумы в трубах прекратятся. Максим Остриков, Олег Павлов, СТВ. Подготовка к сезону. В Самаре полным ходом идет месячник по благоустройству города. Каждую среду порядок наводят не только на улицах, но и в зеленых зонах города. Паргагарина практически полностью расчищена от зимнего мусора. Территорию ежедневно убирают 30 человек. Подробности в нашем следующем сюжете. Большая чистка парка Гагарина началась еще в конце марта. Сначала вывезли 60 камазов снега. Теперь основная задача расчистить пешеходные дорожки и убрать листву с газонов. Территория огромная, 36 гектаров. Без спецтехники не обойтись. Александр работает на новеньком тракторе. С такой машиной не страшны любые капризы природы. Трактор почистить можешь все что угодно. В данный момент насадка для подметания. Тут есть снега, ротор, есть газонокосилка. То есть я это могу сам своими руками в одиночку без привлечения чьих-либо сил, инструменты поменять в течение пяти минут. Местные жители уже оценили плоды большой работы. Парк обновился. Так и стало отлично с ребенком гулять. Здесь убирают хорошо, да. И цветочки вот там вот видно. Красиво. С удовольствием наводит чистоту в парке студентка Алена. Она в числе добровольцев. Ее задача – расчистить дорожки от мусора. Надеется на порядочность гостей парка. А к тем, кто обходит стороной урны и кидает мусор мимо, относится скептически. Я скажу, что это глупые люди, потому что ты же здесь живешь, ты здесь гуляешь, но самому уже неприятно. И мусорить там, где ты живешь, ну это просто глупо. Убирают парк сразу на трех участках. У каждого есть необходимый инвентарь. По мнению управляющей парком, большая явка ожидается на Гагаринский субботник, который состоится 16 апреля. И еще больше людей благоустроит парк на общегородской субботник 23 апреля. Всех людей мы снабжаем инвентарем, перчатками, пакетами. Ну и даже приглашаем всех желающих, чтобы все, кто желает поучаствовать, приходили. Все будет выдан, весь рабочий инструмент. Аналогичная работа сейчас ведется по всем нашим структурным подразделениям. То есть вот 9 парков в объединение Малого парка Самара входит. Аналогичная работа. Ежедневно работают штатные сотрудники, приходят добровольцы, привлекаем предпринимателей, ну и всех желающих. Придать областному центру столичный лоск. Самара продолжает активно готовиться к чемпионату мира 2018 года. Как известно, столь масштабное мероприятие положительно отразится на облике города. В порядок будет приведен исторический центр. Сейчас инспекторы выявляют дома, которые нуждаются в обновлении. Вместе с ними в Ленинском районе работала и наша съемочная группа. Пристальное внимание не только к историческому центру города, но и ко всем внутригородским районам. Состояние каждой улицы в Ленинском районе тщательно проверяется инспекторами. Нарушения фиксируются на фото и затем отражаются в дефектных ведомостях. Специалисты выявляют объекты, которые находятся в ненадлежащем состоянии. То есть стены исписаны граффити, оклеены незаконной рекламой. Кроме того, проверяется состояние газонов, опил деревьев и многое другое. Мы непосредственно как район также заходим во дворы, выявляем проблемные моменты по дворам, где необходимо провести благоустройство дворов, установку малых архитектурных форм, а также гаражи, выявление незаконно установленных гаражей. И опять же вся работа связана с граффити, с объявлениями. В этом году впервые по поручению главы Самары дефектные ведомости составляются не только специалистами Государственной городской административно-технической инспекции. Одновременно с ними нарушения фиксируют представители района. К работе подключаются депутаты и ТОСы. Усиленный контроль позволит избежать ошибок, более точно составить список. В результате месячника по благоустройству, а также подготовки к чемпионату мира, исторический центр города должен преобразиться. На составление дефектных ведомостей отведено 10 дней. Со сроками справимся. Началась она не так давно, это на прошлой неделе. Сейчас уже проверено порядка 40% улицы только в Ленинском районе. Работа продолжается и по сегодняшний день. Со сроками, я думаю, справимся. После проверки управляющим компаниям и частным собственникам будут даны предписания для устранения всех нарушений. В противном случае грозят штрафы. Катерина Калтайвская, Олег Галочкин, СТВ. 13 апреля в Москве губернатор Самарской области Николай Меркушкин встретился с руководством ОАО «Росиподромы». На совещании обсуждались вопросы строительства конно-спортивного центра в районе поселка Курумыч. Окончательная дата начала строительства станет известна в ближайшее время. Напомню, Самарская область благодаря усилиям и инициативе Николая Меркушкина и правительства региона была включена в пятерку пилотных субъектов Российской Федерации, где в первоочередном порядке должны быть построены ипподромы. Сейчас прервемся и вот о чем расскажем во второй части нашей программы. Баскетбольный клуб «Самара» пробился в полуфинал плей-офф. В решающем пятом поединке волжане в гостях переиграли Рязань. Счастливый конец – грустная история. Самарский участковый помог вернуть комнату в коммуналке мальчика, у которого жестоко убили мать. Четыре года назад тело 25-летней девушки обнаружили в лесу. По версии правоохранителя, ее облили горючей смесью и сожгли заживо. После этого единственным наследником комнаты остался маленький Артем. Но попасть в свою квартиру ему удалось только спустя три года. Подробности далее. Иван Шароватов, дедушка Артема, несколько лет пытался попасть в комнату своего внука. Однако дверь соседи поставили новую и замок тоже сменили. А новый ключ отдавать не спешили. Эта проблема так бы осталась нерешенной, если бы дедушка не встретился с волонтером Максимом на детском утреннике. Уже вместе они пошли на прием к участковому Артему Городкову. Так как у нас дети и представили граждане, это незащищенный слой населения, то есть я сразу же отреагировал, то есть виднулся на адрес на этот. То есть установил соседей, то есть провел с ними разъяснительную работу, то есть передал свои контактные телефоны и волонтеру, и опекуну, то есть через волонтеров. И мы договорились о том, что нужна встреча, то есть мое присутствие, то, что они в моем присутствии передадут официальному собственнику, ну, как бы сказать, опекуну в данный момент ключи от данной комнаты. На то, чтобы решить этот вопрос, ушло больше недели. В итоге соседи все же пошли навстречу. Артем, то есть участковый, он сразу же практически после моего объяснения предложил свою помощь, точнее не предложил, а просто выслушал меня внимательно и не отказался помочь в этой ситуации. И он сразу же начал проводить проверки по данному адресу, опрос соседей и с ними проводил беседы. То есть, как это все получилось и что их ждет, если их сюда не пустят. Дедушка не хочет, чтобы ребенок жил в этом месте. Говорит, малышу гораздо лучше в их собственной квартире. А эту комнату планируют продавать. Я живу со своей женой, а он у меня как сын записан с малолетства. Я его сразу с рождения записал на себя. То есть, он у нас сразу, как семья, нас считает маму, папу. Все у нас, как говорится, все хорошо, да? Максим намерен помочь Ивану с ремонтом. Добровольно. Он разместил информацию в интернете об участковом. И после того, как случай придали огласке, Артема Городкова наградили за оперативную и эффективную работу. Впрочем, в его послужном списке это далеко не первая история с хорошим концом. Это наша работа. Здесь ничто не преследовал. Обратились, я помог людям, и все хорошо. Ну вот, видите, так это резонанс. То есть, люди не остались в стороне, обо мне повестили. Вот так вот. Самарские школьники получили возможность пообщаться с представителями власти напрямую. Диалог проходит в рамках проекта «О тебе, моя Самара». На этот раз открыт урок провели в школе номер 42. Среди почетных гостей – председатель городской думы и представители железнодорожного района. В ходе беседы они рассказали о том, как город планирует развиваться, и ответили на вопрос выпускников. На этом уроке оценок не ставят, зато информации для размышления немало. Вера Семыкина – одна из главных активисток школы. Душой болеет за свой район, да и город в целом. Эта встреча – возможность узнать о жизни города больше, из первых уст. Выпускница – одна из тех, кто баллотируется в молодежный парламент района. Моя программа связана с внутренним развитием школьников в неурочное время. Я планирую создать клуб здоровой молодежи, который будет базироваться на территории парка имени Щерса, который находится совсем недалеко от нашей школы. И это поможет правительству в пропаганде здорового образа жизни, предотвращение курения, алкоголя среди детей. Выпускников волнуют вполне серьезные вопросы. Благоустройство, реформа местного самоуправления, развитие туризма. Они полны идей и готовы делиться задумками. Уже сегодня было сказано на открытом уроке, что мы сейчас задумали и запланировали формирование молодежного парламента при Совете депутатов. Я очень надеюсь, что он будет работоспособен, что в него войдут самые активные и неравнодушные ребята, которые помогут и нам работать, которые будут насыщать нас новыми идеями, которые и в дальнейшем будут развивать наш район. Классный час прошел в рамках городского проекта «О тебе, моя Самара» по инициативе главы города Олега Фурсова. В качестве гостей те, кто по роду деятельности, решают многие вопросы, в том числе и депутаты городской думы. Обратная связь была колоссальная, потому что первый вопрос, который я задала сегодняшним выпускникам, какой город они предпочитают для своего будущего развития, для своей будущей жизни. И с огромным удовольствием я услышала ответ от всех. Конечно же, это Самара. Открытые уроки с участием представителей городской власти в ближайшее время проведут для учащихся с 8 по 11 классы во всех районах города. Екатерина Алексеева, Владимир Терентьев, СТВ. В столице региона открылась крупнейшая в Поволжье православная выставка. Благословенная Самара в этом году объединил на одной площадке представителей из 200 монастырей, храмов и фермерских хозяйств со всей России, а также из Белоруссии, Украины и Греции. Подробности в нашем сюжете. Центральной святыней пасхальной выставки в этом году стала афонская икона Николая Чудотворца с ковчегом мощей. Это один из самых почитаемых святых в православном мире. Принято считать, что именно Николай Угодник сопровождает моряков, а многие автолюбители прикрепляют икону, чтобы защититься от аварий. К нему также обращаются, если есть проблемы в учебе или же просят исцелить от болезней. Верующие губернии получили возможность прикоснуться к святыне на выставке «Благословенная Самара». Кроме того, здесь очень много православной литературы. С авторами некоторых книг можно пообщаться прямо на выставке. Это, прежде всего, форма общения. Это открытие для себя нового мира, другой реальности. Это православные традиции. Это высокая духовная культура. Это наше с вами наследие. Гости найдут возможность прикоснуться к самым значимым для себя святыням и, конечно, найти ответ на традиционно волнующие всех нас вопросы о добре, любви и благочестии. Кроме того, ни одна выставка не обходится без ярмарки. Здесь можно купить редкие иконы, целебные бальзамы и травы, а также полезные сорта меда и ювелирные украшения. Среди гостей часто встречаются те, кто посещает благословенную Самару не первый раз. Очень интересно. В одном месте можно сразу увидеть много интересных святынь, потому что в современной жизни нечасто можно попасть в храм. Тем более здесь собирается сразу много разных вещей. Иконы можно посмотреть, много нового узнать. Выставка «Благословенная Самара» пройдет в экспо «Волге» до 17 апреля. Познакомиться с экспозицией можно каждый день с 10 утра до 7 часов вечера. Анастасия Шамшурина, Николай Епифанов, Ирина Игнатьева, СТВ. Баскетбольный клуб «Самара» пробился в полуфинал плей-офф. В решающем пятом поединке волжане в гостях переиграли Рязань. Итоговый счет 55-49. При этом в начале серии наши парни проиграли два матча подряд. И казалось, что соперник дожмет подшефных Сергея Сазулина. Но не тут-то было. Все подробности узнаем у нашего корреспондента Александра Семенова. Маленькое чудо на рязанском паркете. Соперник так и не смог что-либо противопоставить волжанам. Действительно, наши парни легли костьми ради победы. Хотя и хозяева паркета не только хорошенько огрызались, но и оказали достойную конкуренцию. В действиях же обоих соперников на площадке поначалу ощутимо чувствовалась нервозность. Очень тяжело, но тренер нашел проверенные слова. Поверил в нас. Из дома взяли две игры. Я думаю, преимущество было на нашей стороне. И ехали сюда только за победу. И спасибо болельщикам, которые приехали. Уже к середине противостояния стало понятно. Самарские гости победу из своих цепких рук не выпустят ни за что. Впрочем, без нервов в концовке все равно не обошлось. За 37 секунд до сирены Рязань, уступая 8 очков, имела полноценное владение. Но на чудо хозяевам уже не хватило ни времени, ни сил. Наша команда сегодня билась до конца. Это был матч, такое ощущение, что это был финальный матч для нас. Поэтому я благодарю всех болельщиков, которые приехали. Благодарю ребят. В итоге 55-49, третья подряд победа Самары. Александр Семенов, СТВ, Рязань. У меня на этом все. Далее еще немного информации, прогноз погоды и авторская программа Дениса Сарова «Абзац». В завершение выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского, gslimansky.ru. Читайте наши новости первыми в социальных сетях, в группах «СКАТ» и «СТВ Самара». И заходите на сайт телерадио компании «СКАТ». Я же с вами прощаюсь. Всего хорошего. Спасибо, что были с нами. Питание «Великий пост» должно быть сбалансированным, чтобы организм получал все необходимое. Ведь после зимы нужно восстановить силы, при этом не нарушая православных канонов. Какой хлеб можно есть в это время? Сегодня мы расскажем о хлебе «ЗОЖ». Его разрешено употреблять в пост. Кроме того, он очень полезен для повседневного питания в течение всего года, благодаря своей уникальной рецептуре. Хлеб «ЗОЖ» – уникальный хлеб, безмучной. Произведен из пророченного зерна. В хлебе «ЗОЖ» сохранены все компоненты зерна в том состоянии, в котором они содержатся в зерне, в природе. Хлеб «ЗОЖ» оказывает оздоровительные действия, способствует улучшению обмена веществ, снижению холестерина, нейтрализации действий токсинов. На Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» мы получили за хлеб «ЗОЖ» классический золотую медаль и диплом первой степени. А в ближайшее время появится новый «ЗОЖ». «ЗОЖ» заварной. Желаю вам всем здоровья и приятного аппетита!